Всем приветики! И сегодня у нас в видео 5 вещей, которые удивят русского человека в Америке. Русскоговорящего человека в Америке. Итак, первое это отсутствие тротуаров. Да, в большинстве, не в большинстве, но наверное 50% районов отсутствуют тротуары. Есть дома, есть, я даже не знаю, у дома драйвей и все, и проезжая часть тротуары отсутствует вообще. Пешие прогулки в Америке редки. То есть, если Калифорния, где круглый год лета, здесь еще много как бы мест, где можно прогуляться, то в остальной части Америки зачастую нужно ехать куда-то в парке, еще куда-то, чтобы просто погулять. Американцы не любят ходить пешком, они в основном ездят всегда на машинах. Даже до ближайшего соседа в гости, там, я не знаю, через 2-3 дома они поедут на машине. Они не пойдут пешком. На торговых классах они не будут ходить пешком от магазина до магазина. Они будут перепарковывать машину и искать парковку ближе к входу. То есть, даже по парковке пройтись, это не для них. Любят они очень сидящий образ жизни, что приводит, конечно, к ожирению. Второе, это отсутствие чайников. Да, в американских семьях нету чайников вообще. Вот просто нету. Они не пьют горячий чай. Вообще не пьют. Для них чай – это холодный напиток, охлажденный, не охлажденный, он холодный, да, со льдом. У них чай – это всегда со льдом. Также, как кофе, да, у них есть кофемашины. То есть, кофемашины присутствуют практически в каждом доме. И вот кофемашины, да, они пьют горячий кофе, но тоже не всегда, поэтому чайники им просто не нужны. Просто они отсутствуют, и они не понимают, для чего нужен этот прибор. Они продаются чайники, да, то есть в магазинах они есть, но они ими не пользуются. Также кофе они зачастую пьют тоже со льдом. Я один раз попробовала, эта гадость, конечно, несусветная. Русскому человеку такое не понять. Третье – это американцы не готовят. Вот они просто не готовят, и всё. Для них приготовление еды – это взять замороженный какой-то полуфабрикат и разогреть его в духовке или в микроволновке. Вот это вот они приготовили еду. Часто они заказывают еду, ездят по ресторанам. То есть готовки, как вот мы готовим, такого у них нет вообще. И в магазинах постоянно встречаешь людей с набитыми тележками, просто коробки, 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 в которых лежит всякая разная еда, которая греется в микроволновке и всё. Четвёртое – это отсутствие скорой помощи. В том плане, что вы не сможете вызвать скорую помощь, если у вас просто высокая температура или подскочило давление. Скорая помощь приедет только в случае действительно экстренной скорой помощи. Если вы умираете, то только тогда приедут. А так как в России вызывают скорую помощь, ну просто когда очень плохо себя чувствуют, и здесь такого нет. То есть если вам плохо, у вас высокая температура, давление или что-то, вы должны добраться до, как он называется, ну emergency, да, экстренная помощь, вот так, наверное, до этого пункта. И причём у вас возьмут все документы, посмотрят и скажут ожидать. И это ожидание иногда длится до пяти часов, иногда даже и больше. Но в среднем от трёх до пяти часов вы ожидаете, пока вас примет врач. Поэтому скорая помощь, как наша скорая помощь, здесь действительно отсутствует. И пятое, это отсутствие красивых людей. Приехали у меня родители, уехали родители, и когда уже уезжали, папа говорит, насколько здесь люди, ну вот они, они не некрасивые, нет, они обычные люди. Но нет красивых людей вообще. Вот за три месяца он сказал, что встретил, наверное, всего лишь двух девушек, красивых более-менее. И это были мексиканки такие. Они, наверное, были смешанными, потому что мексиканки, они не все симпатичные. Вот, и да, действительно, здесь красивых людей очень-очень мало. Вот, ну, нету такого, что выходишь, и девушки одна краше другой. Ой, такого здесь не встретишь. И хотя молодые люди здесь очень многие довольно-таки симпатичные. Я вот когда приехала, я замечала такую закономерность, что девушка, ну, грубо говоря, страшная. А парень с ней, ну, просто вот, вот прям с картинки журнала. Вот, и такие пары здесь встречаются очень часто. И, да, молодые люди здесь довольно симпатичные, а вот девушки как-то, как-то не очень. И это действительно удивляет поначалу, а потом к этому привыкаешь. Ну, вот таких вот пять небольших удивительных вещей, которые необычны для русского человека. Всем пока-пока!